У самовара я и моя Маша А на дворе совсем уже темно Как в самоваре, так и пицца страсть наша Смеётся месяц весело в окно Маша чай не наливает И взор её так много обещает У самовара Прикуску чай пить будем до утра Всем добрый вечер, меня зовут Сергей Рогожин Друзья мои, я вам дал ссылочку на мой сайт Ссылочка на мой сайт на дискографию Можно зайти и посмотреть, какое количество дисков За это время у меня было выпущено На самом деле, на профессиональные 30 лет За это время выпущено много альбомов Много видеоклипов К чему я это говорю? Первые диски, которые выпущены ещё на виниле Они выходили чем-то миллионным тиражом Вы, наверное, знаете, что на Западе Когда выходит диск более миллионным тиражом Он означает, что это платиновый диск Выпускались мы на фирме «Мелодия» Было выпущено в группе «Форум» Пришёл три виниловых диска Был выпущен солистом Виктором Салтыковым Назывался он «Белая ночь» Потом ещё два «Со мной» Второй диск назывался «Ават» И третий назывался «Чёрный дракон» Мы побили все рекорды по продажам Каждый выпуск был альбом продан Более чем по миллиону экземпляров Но мы, как и сказали, за это не получили ни копейки Пластинки тогда стоили 15 копеек, если кто помнит Потом 3 рубля немножко поднялась цена И я тогда шутил, что если бы нам с каждого диска заплатили бы по одной копейке Хотя бы по одной копейке А то тогда мы бы очень много на этом заработали Потому что тогда это были большие деньги К чему я это говорю? Артисты в Советском Союзе, уже в России На постсоветском пространстве Бывшем СНГ, ближнее зарубежье Они зарабатывают в основном на выступлениях На альбомах не зарабатывает практически никто В этом наше большое отличие от западных стран Потому что там артисты выступают Их выступления и туры служат для поддержки продажи альбома И основные заработки там от продажи альбома Были раньше Не появился интернет И пока не появились всевозможные пиратские скачивания И так далее Сейчас общая тенденция такова Что шоу-бизнес, как говорят продюсеры, стоят у руля практически Он потихоньку умирает И некоторые из них даже собираются закрывать Потому что сейчас шоу-бизнес скорее приносит расходы Требует постоянных вложений Но на ближайшее время доходов никаких не видно Какая наша цель встречи с вами сегодня? Показать всем каналам, каким образом зарабатывать И не закрывать свое дело Это первое И не профессионалам, которые открыты для новой информации Им интересен заработок Интересно творчество Им интересно общение Каким образом они могут получать удовольствие от этого И тоже зарабатывать вместе с нами Если мы с вами затронули тему пиратских скачиваний То, что сейчас во всем мире Но во многих странах с этим очень успешно борются Насколько мне известно В той же Венгрии И сейчас там этого нету Все происходит на законных основаниях Вы, наверное, знаете, что в других странах бывшего СНГ Тоже приняты законы Это будет уголовно наказуемо Немножко долго это все работает Но будем надеяться, что настанет время Когда действительно это все произойдет И чем здесь может быть полезен Старайзер? На мой взгляд, основной эксклюзив В той миссии, которую взяла на себя И то, что она предлагает Это то, что компания переносит взаимоотношения Поклонник-продюсер в правовое поле Техника взаимоотношений очень упрощается Потому что артист имеет возможность зарабатывать без посредников А продюсер имеет возможность зарабатывать Поклонники имеют возможность на это как-то повлиять Скажу вам из собственного Что касается соединения поклонников Когда группа форум была очень популярна И мы попали в передачу песни года Постоянно, каждый раз мы попадали туда По итогам года Так вот, тогда действительно Учитывались письма телезрителей То есть тогда на телевидении Телезрители писали письма Таким образом они, поклонники, поддерживали своих исполнителей И там уже наибольшее количество писем пришло на тех или иных исполнителей На ту или иную песню Эта песня была в новогоднюю программу Песня года В финал И становилась лауреатом Когда все перешло не в государственный сектор А в частный Стали образовываться медиагруппы всевозможные Которые владели телевизионным эфиром, радиоэфиром Тогда они придумали такое слово, как формат и неформат Они были заинтересованы в не только своих исполнителей На которых они зарабатывали конкретные деньги Если ты не входил в коалицию Если ты не был продан тому или иному продюсеру В той или иной медиагруппе Если ты не являлся, как они говорят, лицом канала Или голосом той или иной радиостанции То, сколько бы конники не написали в твою пользу Твоя кандидатура даже не расходится Поэтому здесь я вижу преимущество старайзера для начинающих И для тех, кто является профессионалом Но не имеет свободного дожденному эфиру И ко всем к масс-медиа Это очень хорошая стартовая тк У нас несколько целевых аудиторий Первая целевая аудитория, наверное, профессиональные артисты Или музыканты Те, которые хотят стать ционалами Какие преимущества для них? Это то, что они имеют возможность Стать частью глобального шоу-бизнеса То есть они могут в него влиться И получить поддержку Как продюсерскую, так и концертную Потому что, насколько мне известно У руководства очень большие планы Связанные с этим проектом Которые подразумевают и проведение фестивалей По итогам конкурсов По итогам скачиваний платных И большая вероятность, что именно этот артист Поедет на фестиваль Под эгидой старайзер Это глобализация интернет Это будет часть сети Часть социальной сети Как фейсбук и как одноклассники Те, которые мы знаем И таким образом мы имеем возможность Еще привлечь большую аудиторию поклонников Которые в перспективе будут играть Наибольшую роль в продвижении продуктов И в том, что приносит прибыль Потому что на сегодняшний момент Мы понимаем, что пока компания Находится еще в стадии стартапа Уже идет очень хорошая динамика И мы это видим То на сегодняшний момент Продвижение продукта И заработает за счет продвижения платформ Это все прекрасно понимают Но ставка наша Это привлечение поклонников Именно легализация взаимоотношений Между поклонниками и исполнителями Потому что мы предлагаем более честный вариант То есть мы не думаем о том Формат это или не формат Мы не говорим о том, что Как это иногда у нас бывало Для того, чтобы попасть на телевидение Или на радио Нужно заплатить взятку Или использовать какие-то административные ресурсы Мы говорим о том, что артист Может по-настоящему заучиться Поддержкой своих фанов И фаны в данном случае Могут доказать свою любовь к артисту Потому что недостаточно быть фанатом Для того, чтобы писать артисту поздравления и зрения Попросить у него автограф Прийти на концерт Или делать заявку на радио То есть реально фанаты могут сейчас Благодаря StarRiser Поддержать своего артиста На самом деле Если они проголосуют за него долларом Скажем так То есть фаны голосуют долларом Если донести эту мысль до поклонников О том, что они могут реально оказать ему артисту И что на самом деле Что мы имеем на чаше весов С одной стороны это с чашки кофе А с другой стороны это поддержка любимого артиста Плюс то, что ты будешь легально В своем девайсе В каком-то гаджете Иметь песню любимого артиста Не тебе диктуют, что слушать А ты сам выбираешь, что слушать И прислушиваешься к своему вкусу И закачиваешь подборку Те плейлисты, которые интересуют именно тебя Более того В формате социальной сети Люди будут друг с другом общаться Они будут что-то друг друг давать И вы знаете, какие условия Замечательный предлагайзер Что каждая рекомендация Она будет оплачена На самом деле мы сегодня с вами Будем говорить о том Каким образом продвигается наш фронт И чем это может быть выгодно Всем категориям Как артистам, так продюсерам, поклонникам Потому что на самом деле Если в это посмотреть глубоко Ведь делается очень выгодное предложение Но первое Как сказал Билл Гейтс Если ты не в интернете То ты вне бизнеса На сегодняшний момент Очень интересное предложение Бизнес в интернете Для этого уже все подготовлено Не нужно быть гуру интернета Быть программистом и так далее Все достаточно просто Легко доступно, пошагово Очень понятно Каким этим можно заниматься через интернет Это первое Что очень выгодно и удобно Как сам продукт в интернете То есть это и треки для скачивания И платформы И доступы различные И в последующем социальная сеть Так и возможность работы То есть сам продукт перешел в интернет Что значительно вращает всю ситуацию Опять же привлечение И рассылки И продвижение И реклама Это все тоже может идти через интернет Второе Это то, что все наши рекомендации Здесь не остаются без оплаты На самом деле мы сегодня Перешли в век интернета Я уж не говорю, что там виниловые пластинки На которых я когда-то издавался Залей далекое прошлое Ушли уже практически в прошлое CD Если вы посмотрите вокруг То наверняка вы обратите внимание Что исчезли те магазины и киоски Которые когда-то от CD Достаточно прибыльно Сейчас их практически нет Есть какие-то специальные макщики Где эти CD продаются как раритеты Ну просто чтобы пощупать, потрогать А на самом деле сейчас это флешки Это звание из различных платформ Аналогичных StarRiser И люди слушают это в телефоне У себя на компьютере и так далее То есть все происходит таким образом Сейчас этот век уже практически ушел И он изжил себя В данном случае, конечно, StarRiser Это просто то, что идет в ногу со временем Плюс то, что идет продвижение по рекомендациям Давайте мы с вами вспомним, что мы живем с вами Не только в век интернета, но и в век рекомендаций Почему так происходит? Потому что мы экономим свое время В век обширной информации И мы засыпаны предложениями, новостями и так далее И сутки не увеличились Их как было 24 часа Значит, соответственно, нам проще сделать свой выбор По рекомендации тех, кому неряем Например, у меня есть определенный круг знакомых Мы с ними находимся на одной волне И, соответственно, если эти люди Да, что вот вышел новый фильм Который надо посмотреть Я не буду спрашивать у них О чем этот фильм Какое содержание Так будет неинтересно Но вкусу их я доверяю Я пойду на этот фильм порекомендую Если бы они участвовали в сети кинотеатров То руководство кинотеатров должны были бы им выплатить определенную За то, что они, как зрители, меня привлекли на просмотр этого фильма И платил свои деньги за билет По-честному, они должны были бы поделиться прибылью Вы, наверное, знаете, что если прочитать какую-нибудь книгу Или мужчины могут порекомендовать друг другу Какие-нибудь мужские игрушки Вроде автомобиля Или какого-нибудь модного телефона Гаджета Опять же, женщины друг другу рекомендуют косметику И прочее, прочее То есть мы доверяем рекомендациям Таким образом мы экономим время И наши друзья проводят для нас риторинг пространства Если можно так сказать Но! Это все не оплачивает Такие остаются рекомендации Потому что эти рекомендации не вставлены в сеть Если ты хочешь по-настоящему То вставь свой товар в сеть Это известное выражение Давайте посмотрим На сегодняшний момент они открывают просто рестораны Настоящие бизнесмены открывают сети Ресторанов Самый яркий пример тому Например, Макдональдс Каждая хозяйка, я уверен Здесь дамы готовят Они замечательно умеют готовить бутерброды Я думаю, что эти бутерброды, которые вы умеете готовить Они намного вкуснее, чем в Макдональдс Давайте так, по-честному Вы же их делаете эксклюзивно Добавляете какой-то свой продукт туда А теперь ответьте мне на вопрос А кто зарабатывает миллионы бутербродов? Вы или Макдональдс? Да, зарабатывает Макк Почему? Только потому, что он твой товар вставил в сеть Поэтому, когда мы говорим Что товар продвигается по сетевому маркетингу Это мы говорим о его имуществе Для нашего визави Это должен быть сигнал о том Что это хорошая система Это выгодное предложение И что он может пользоваться этим предложением Но и зарабатывать Я часто слышал от Тарайзеру В приватных переписках и беседах Что не очень эта информация воспринимается Например, артистами Вы знаете, это не так Те артисты, которых привлекают Это достаточно известные артисты Например, исполнители, композитор Андрей Косинский Который довольно много выступает И в Москве, и в Санкт-Петербурге Ездит на гастроли Он начинал как Валерия Леонтьева Потом он стал композитором Стал писать песни для Валерия Леонтьева Клавишник в группе А-студио параллельно И у него сольная творческая деятельность Плюс он пишет свои Когда я с ним разговаривал на эту нему И стал ему объяснять Он мне сразу сказал А, говорит, так по сетевому маркетингу продвигается Это очень здорово Это очень хорошо Дело в том, что Я считаю, что мне в жизни очень повезло Что я встретил Старайзер в данном уме Потому что для меня все совпало Все пазлы Я творческий человек Я заслуженный арсии Я 30 лет даже уже на профессиональной сцене И я с гордостью могу сказать Что кроме тех дисков, что вы видели, выпущены Любое издание, которое было музыкальное О советской, советской, российской музыке Меня можно найти в любом справочнике Потому что я начинал с рок-клуба Ленинградский рок-клуб В группе Аукцион в качестве солиста Потом это была группа Форум Потом это уже сольный проект В многое время Поэтому у меня очень большой опыт человека Который знает шоу-бизнес О чем он говорит С другой стороны Я 16 маю с сетевым маркетингом В другой сетевой компании У меня достаточно большой Этого Поэтому, к моим словам Можно прислушаться в данном случае Я действительно прошел очень большой опыт И в том, и в другом И что я хотел сказать Когда я только начинал Было это в 99-м году Я помню разговор с одной дамой Которая сказала Нет, 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 нет Это же сетевой маркетинг Это ужас там и так далее У нее в комнате стоял очень красивый торшер Такой светильник очень такой под старину Я ей сказал Скажи, пожалуйста, где ты купила этот торшер? Она мне назвала магазин В другом конце города от нее И я ей говорю Что тебе более важно Сам торшер? Или каким образом ты его приобрела? Вот ты его тащила на себе через город Для того, чтобы его привезти А представь себе другую ситуацию К тебе пришел консультант Рассказал об этом Какой он замечательный Как он работает Научи И еще и принес его тебе домой Поэтому давайте не зацикливаться На самой сессии продаж Я не зацикливался бы на системе продаж Для тех, кого интересует просто продукт Потому что абсолютно Если он тебе нравится Абсолютно не важно Каким образом ты его получил Сетевой это маркетинг или не сетевой маркетинг Сетевой маркетинг или не сетевой маркетинг Интересовать только тех Кто хочет заниматься этим И которые видят свои перспективы в этом бизнесе Давайте возьмем артистов Есть колоссальные возможности на сегодняшний день Не опускать руки Продолжать заниматься своим любимым делом Я вам могу раз одну историю Я совсем недавно У нас в Петербурге есть такая гостиница С огромным рестораном Концертным залом И я там выступал на корпоративной вечеринке Она закончилась У меня водитель на тот момент ремонтировал машину Я был без машины И я вызвал себе такси А в Питере есть такая система Такси везет Когда набираешь панели у телефона И тебе ближайшую машину присылают Довольно участники Просто люди, которые заключили с компанией договор И они просто не являясь таксистами Просто водители, автолюбители Они подвозят Было уже довольно темно Я вышел из концертного зала И тут стоит машина Я вижу номер, который меня ждет В машине темно Не видно, кто там сидит А я иду как раз по освещенной улице И окошко приспустилось И вдруг из машины голос Да ладно Я думаю, так фамильярно со мной Никто еще не обращался Но были водители, которые там Всели автограф, узнавали Еще что и так далее Но так вот прямо похлопали по плечу Такого не было И я так наклоняюсь посмотреть Это оказывается мой знакомый артист Коллега Сказал, что он занимается извозом Потому что совсем нет концертов И надо как-то кормить Он не может продолжать заниматься Своей профессиональностью Только потому что Нет концертов И такая ситуация Все хуже и хуже В данном случае Если он заходит на платформу Старайзер То все его творчество Накопившееся Которое он никаким образом Не может больше нигде Предложить И продать Самое главное Он может это попробовать Старайзер И тут уже дело такое Я вам хочу сказать Если человек талантлив Через Старайзер Он дойдет до слушателя Если Эк не очень талантлив И его творчество Не будет находить Отклик в сердцах слушателей Это будет не так интересно И у него не будет Много фанов Тогда нужно посмотреть За себе самому И решить Стоит ли этим заниматься Но если ты артист Вот как мы с Мариной Поповой Родился у нас в беседе С слагом Если ты звезда Докажи это миру Нет смысла сидеть дома И плакать И говорить Меня не берут на радио Меня не берут на телевидение Не называют мои концерты А кто о тебе знает Каким образом ты заявил о себе миру Это возможно сейчас Пожалуйста Ты можешь заявить о себе миру Ты можешь обратить на себя внимание Если ты действительно так хорош как умаешь Ты будешь на этом зарабатывать Что касается продюсеров Продюсеры на сегодняшний момент Очень многие понимают Что нет смысла брать такого артиста Готового как я например Потому что я заслуженный артист России Я достаточно медийный человек И у меня концертный директор Который тоже фаундер в StarRiser Это Владимир Кауфман Если вы знаете Он был концертным директором Не только у группы форум И у Сергея Рогожина Он также делал Очень долгое время Группы гостей из будущего Отпетые мошенники Сейчас продолжает С выпускником фабрики звезд Стал и Пугачевой Константином Легостаевым Константин Легостаевым Кстати сейчас будет подписываться А в StarRiser тоже И много продюсеров Которые понимают Что достаточно сложно Сейчас кого-то найти Но ищут они Молодых мальчиков и девочек Которым они могут платить И много ими командовать Потому что они понимают Что для того Рутить новый проект Им придется потратить деньги И чтобы эти деньги все Им нужно Как можно меньше заплатить артисту Такое немножко рабство Через это прошли Очень многие молодые артисты И то что они Мелькали на экране телевизора Или звучали Из радио точки Это абсолютно не азарт Что эти артисты Много зарабатывали Зарабатывали на них Их продюсеров У них не было Другого способа Избежать это рабство И каким-то образом Выйти на концертные площадки Так чтобы они их узнали И видели В данном случае В Starizer нет этого рабства Во-первых Каждый исполнитель Может еще сам себе продюсер Как я говорю Что у нас есть предложение Для всех Для людей С любой толщиной Стартового капитала Если можно так сказать Если ты артист И у тебя совсем нет капитала Или ты не уверен В своих силах Добавиться на платформу К какому-нибудь продюсеру И это для тебя будет абсолютно бесконечно Это я называю Тем, кто просто инженер Подойдут штаны бронглеров Есть еще одна категория Чуть повыше Если у тебя есть Хотя бы долларов Ты можешь повысить эффективность От своего участия В проекте Starizer Таким образом Тогда будут выплачивать Не 25 центов За скачивание одной песни А будут выплачивать больше Потому что ты владелец Своей собственной платформы Как артист Если ты На больше А если есть 250 долларов То тогда Ты можешь быть еще продюсером Для пяти артистов То есть Можешь быть продюсером Как для себя Так и еще Для пяти исполнителей И таким образом Ты повышаешь Свою активность От участия В проекте Starizer Но если ты Чувствуешь в себе силы И есть большое количество связей Понимаешь Что твоей внутренней энергетики Умение общаться с людьми Увлечь Правильно и грамотно Преподнести информацию Достаточно высокие В тебе И самое главное Что стартовый капитал Для тебя в питорах Тебя не пугает То конечно Самое эффективное Может быть В этом предложении Это платформа За 500 долларов Почему? Мы говорили о том Что Мы все перешли В интернет И соответственно Мы здесь Можем иметь Свое дело В интернете Нам не нужно Искать Бухгалтерию Нам не нужно Искать Какой-то товар Потому что Это есть Нам не нужно Искать Веб-дизайнера Нам не нужно Искать Айтишника Которые будут Проводить Учения И вебинары Айтишника Программиста Который будет Делать нам Сайты И так далее И так далее Мы получаем Ключ Человек Который приобретает Платформу В 500 долларов Приобретает Свой Продюсерский Офис В интернете Он становится Частью Большой Глобальной Системы То есть Это не просто Где-то там Именины Тети Двоеры В замкнутом Пространстве И наша Звезда Широко Известная Во всех Уэлках Нашего Микрорайона Это выход На международную Форму И ты Получаешь Часть Этой Платформы В собственное Пользование И когда Мне Говорили Некоторые Коллеги Обещательно Но Зачем Нам нужен Старрайзер Если Например Есть iTunes Есть Другие Платформы И так Далее И так Далее В этом случае У компании Старрайзер Два Очень весомых Преимущества Для того Чтобы раскрутиться До момента Когда происходит Десять тысяч Скачиваний Компания Компания Айтюнз Шла К этому Двенадцать Лет Потому что Айтюнз Не развивался По системе Сетевого Маркетинга Они развивались Традиционно И потратили Большое Количество Денег На рекламу И так Далее И так Далее Достаточно Сложная Система Оформления Юрения Взаимоотношений Система Выплат И самое Главное Что Выплаты На порядок Меньше Чем то Что предлагает Старрайзер На сегодняшний Момент Компания Старрайзер Выплачивает Исполнителю Самый большой Гонорар Ни одна Другая Музыкальная Платформа Которая Предлагает Подобную Услу Они Артисту Столько Не выплачивают Потому что Все что касается Ведения Традиционного Бизнеса Это безусловно Хозяева И организаторы Этого бизнеса Хотят учить Как можно Больше Все компании Которые Организовываются По системе Рекомендаций И по Сит Они Работают По парадигме Ты выиграл И я выиграл То есть Не я выиграл Ты проиграл Не ты выиграл Я проиграл А парадигма Выиграл Выиграл Люди Зарабатывают Вместе Когда мы Являемся Друг другу Партнерами По бизнесу У нас Нет таких Взаимоотношений Как работодатель И работник По найму Такого договора Нету Мы все Являемся Партнерами По бизнесу И Совершенно Четкая Система Вознаграждения За рекомендации И за За продвижение Товара И за скачивание Совершенно Вознаграждения В компании Старрайзер Когда К тем Кто задает Мне вопрос Почему Не Айтюнс У меня Тогда Встречный Вопрос Айтюнс Если ты Сам Себе Становишься Фаундером В компании Старрайзер Ты Чувствуешь себя Практически Во главе Собственной Компании Продюсерской Которая Может Продвигать Любого Исполнителя Зарабатывать На этом Деньги И давать Возможность Зарабатывать Другим Центр Под ключ С Бэк-офисом С Возможностями Обучения С Возможностями Привлечения По интернету Как В сегодняшний день Насколько Мне известно На рынке Не дает Никто Я думаю Что Наверное Но В данном Случае В системе Старрайзер Существует Такой Кодекс Чести Порядочности В первую Очередь Пожалуйста Задайте Ваши Вопросы Тому Человеку Который Вас Пригласил Я вам Хочу Сказать Что У меня Есть Информация Что Конечно С этим Предложением Выходили На наших Известных Продюсеров И Я знаю Что Эти Продюсеры Прислали Целый Список Вопросов Довольно Четких По поводу Литических Аспектов И Совершенно Четкие Вопросы По бизнесу Говорит Это только О том Что Если Люди Не Отмахнулись От этой Информации Для меня Это Лично Означает Только То Что Она Действительно Заинтересовала И Значит С ними Можно Дальше Продолжать Разговор Представить Себе Что Продюсеры Ну К примеру Такого уровня Как Константин Меладзе Реагируют Таким Образом На Данное Предложение Еще Лет Пять Назад Скажем Я так думаю Что Они бы Просто Выбросили Это Вспам Они бы Не воспользовались А Учитывая Что Они Начали Задавать Вопросы Значит Насколько Мне Известно Пока Что Такого Предложения Не дает Ни одна Компания Другой Такой На рынке Нет Я Так Думаю Как Часто Бывают Компании Клоны Как Это Было Со Многими Компаниями Которые Появлялись Вначале То Которые Там Предлагали Косметику Бытовую Химию И так Далее Я имею ввиду Потом Появилась Масса Подобных Компаний Компания Которая Предлагает Пищевые Добавки Сейчас Таких Сотни Компаний И так Далее Но Имеет Всегда Тот Кто Первый Ухватил Тревко Он Уже Проевал Рынок И Когда Появляются Клоны Это Уже Не так Интересно Интересно Всегда Быть Поэтому Уже В принципе По времени Я вижу Что наша Президенция Скоро Будет Подходить К концу Несколько Главных Мыслей Первое Шоу-бизнес Не умер В связи С тем Что Меньшее Количество Концертов И Меньшее Количество Корпоративов Вообще Возможно Секлама Плавно Перешел В интернет Но Этой Ситуацией Нужно Воспользоваться На Современном Этапе И На этом Действительно Можно Заработать И На этом Зарабатывают Раз Второе Сетевой Маркетинг Это Наоборот Преимущество Основной Лозунг Сетевого Маркетинга Делай Как я В природе Это Деление Клеток То есть Постоянное Воспроизводство Что происходит В сетевом Маркетинге Я Приобретал Продукт Со своим Восторгом Сознанием И Обучать Себе Подобных То есть Воспроизводить Себя Много 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 Раз Для меня Это Просто Подарок Судьбы Когда То чем Я Занимался Всю Жизнь Удовольствием Это Творчество Плюс Что Его Можно По Сетевому Маркетингу Продвигать Вебинар Мои 300 Сотрудников Они В этот Момент Работают И Я Участвую Во всей Прибыли Которую Они Производят Потому Что Этих Сотрудников Привлек Я Я Обучаю Я Создал Сети И так Далее Поэтому Второе Преимущество Старрайзера Это То Что Эта Ситуация Продвигается По Сетевому Маркетингу И Третье Преимущество Что Продюсер И И Еще Имеем Возможность Еще Одну Категорию Привлечь В Новый Вид В Новый Формат Наших Взаимоотношений Это Поклонники Которые Действительно Могут Показать Как Они Нас Любят И Как Они Могут Нам Помочь И Последнее Это То Что В данном Случае Это Рынок Это Компания Которая Находится Уже На завершающей Стреке Своего Стартапа Которая Формирует Сейчас Фаундеров И Лидерский Состав Сейчас Именно То Время Которым Есть Смысл Воспользоваться Я Думаю Что Люди Которые Ждут Этой Информации Что Им Дальше Делать Каждому Художнику Хочется Писать Себе В стол Хочется Чтобы Это Увидели И Услышали Вот Это Те Четыре Преимущества Которых Я Думаю Что На Сегодняшнюю Нашу Первую Встречу Для Вас Хватит Будет О чем Подумать